Жители деревни Горбунова обратились за помощью к Министерству экологии. На их глазах красивые цветущие поля превратились в свалку. К приезду инспекции на стройке ожидаемо никого нет. Только брошенная строительная техника, парник с огурцами и помидорами, мангал и пустые бытовки. Сейчас устанавливаются собственники участка, которые сдали его в аренду. Инспекторы из Минэкологии подчеркивают, незнание закона не освобождает от ответственности. По той информации, которая имеется в Министерстве экологии, предприятие собиралось заниматься разведением рыбы. То есть строительством нагульных прудов на данном участке. Но у Министерства экологии в настоящий момент нет документов, подтверждающих эти слова. То есть проект на ведение данных работ представлен не был. Осмотр выявил многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Среди них несоблюдение экологических требований при обращении с отходами, разлив горюче-смазочных материалов на почвенном грунте, подсыпка дороги, которая производилась отходами строительного мусора, а также пересыпка водного объекта. И безусловно, то, что мы здесь с вами наблюдаем, говорит о том, что люди совершенно не думают о будущем, потому что та самая запрудовая, с которой мы с вами находимся, перегороженный ручей, элементарно в большие осадки или в другое время года может привести к затоплению этой территории, и вода может идти обратно в населенные пункты или просто снестись здесь с неким селем искусственным и так далее. Поэтому ситуация очень сложная, серьезная, безусловно. По словам инспекторов, из-за этого страдают не только люди, но и природа. Такие нарушения влекут необходимость проведения ряда мероприятий по восстановлению и рекультивации всего участка. Он должен быть пригоден для первоначальных целей – сельскохозяйственных. В данный момент проводится административное расследование. Если виновность предприятия будет доказана, то и собственника, и арендатора ожидают штрафные санкции и предписание на устранение выявленных нарушений. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».